В начале выпуска информация об эпидемиологической ситуации в округе. 623 случая заболевания новой коронавирусной инфекции зарегистрировано на территории региона за весь период пандемии. Под наблюдением медиков находится 168 человек с диагнозом COVID-19. 14 пациентов переносят инфекцию бессимптомно. Эти данные были озвучены в ходе еженедельной планерки при губернаторе Ненинского округа. 32 пациента на сегодняшний день проходят лечение в стационаре. Пятеро помещены в реанимацию, трое из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. В удовлетворительном состоянии находятся 15 пациентов, 9 среднетяжелых и 8 тяжелых. На кислородной поддержке 19 пациентов. 136 человек получают амбулаторное лечение, из них 62 – жители Нарьинмара, двое – с поселка Исказили, один – иногородний, 15 жителей лечатся на селе. Нам федерация выделила средства на приобретение лекарства. И с сегодняшнего дня, спасибо огромное медикам и фармации окружной, процесс был очень оперативно организован, и уже с сегодняшнего дня пациенты это лекарство начнут получать. Между тем глава региона обратил внимание, что вопрос бесплатной выдачи лекарственных препаратов больным новой коронавирусной инфекцией необходимо поставить на особый контроль. Президент принял решение, поручил правительству. Правительство выделало деньги. Все больные ковида должны быть обеспечены лекарствами бесплатно. Вне зависимости от того, лежат ли они в стационаре или они проходят амбулаторное лечение дома. Прошу вас держать это на особом контроле. По словам руководителя ведомственного департамента Сергея Свиридова, бесплатное лекарство пациентам будет приносить врач при подтверждении заболевания во время посещения на дому. Первое посещение медика при наличии симптомов заболевания. Если есть признаки заболевания коронавирусом, медик в это же посещение берет мазок на ПЦР. При положительном тесте второе посещение медика уже будет с медикаментами. Непосредственно эти медикаменты будут по месту жительства пациента ему передаваться. То есть ему не надо никуда будет ходить, медик все эти лекарства передаст пациенту. Также в целях профилактики в окружной взрослой поликлинике разделили потоки пациентов. Мера принята, чтобы сократить контакты и время, которое пациенты проводят в очереди к врачу. Для этого был изменен режим работы медицинского учреждения. Во взрослой поликлинике начал работу кабинет неотложной помощи для оказания медицинской помощи пациентам с признаками ОРЗ, обратившимися непосредственно в поликлинику. У граждан, у которых будет подозрение на наличие признаков ОРЗ и ковида, выделен отдельный поток и он отграничен. Там с утра будут приниматься пациенты, которые все-таки решили самостоятельно прийти в поликлинику, чтобы не было контакта, как вы сказали. Те, которые приходят на повторный прием, тоже разграничен поток. И те, которые приходят просто на обычный прием, третий поток тоже выделен. То есть мы все эти потоки разграничили. 16 ноября на втором этаже взрослой поликлиники будет работать кабинет терапевта, где будет оказываться медицинская помощь пациентам, независимо от места проживания, терапевтического участка без признаков ОРЗ, обратившимся за неотложной помощью, а также пациентов без признаков ОРЗ по предварительной записи. Записаться будет возможно через портал Госуслуг и по телефону 8-818-53-2-10-03, 8-818-53-4-28-69, 8-818-53-4-04-34. Кроме того, 16 ноября медицинская помощь пациентам с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией будет оказываться отдельной специализированной бригадой – врач-медицинская сестра.